Депутаты по Соболдумы и почетных гостей в Радчинской школе встречали хлебом с солью. После экскурсии главное, ради чего приехали почетные гости, проведение экономической игры «Экоквест». У вас будет возможность почувствовать себя губернаторами правительства Московской области, почувствовать, насколько это ответственный труд, каждый день трудиться на благо нашего Подмосковья, как тяжело решать эти проблемы. Нет простого подхода. Вы знаете, как нажал, но свет загорелся. Вот чтобы получилось то, чем мы сегодня будем заниматься, это огромная комплексная работа, которая требует подхода по многим направлениям. Понимаете, в чем дело? А проблемы реально существуют. Только в Московской области за год образуется почти 4 миллиона тонн отходов. В прошлом году создали комитет по экологии и приняли закон о формировании новой отрасли обращения с отходами. В ближайшие годы произойдет революция в этой сфере. Построят мусороперерабатывающие и сжигающие заводы. В виртуальной реальности школьники пробовали ультилизировать мусор и обращаться с отходами. Играли три команды. В каждой, помимо учащихся, почетные гости. Мы построили уже один мусороперерабатывающий завод. Построили завод по термической обработке отходов. Поэтому завод по термической обработке отходов уже нам начинает давать доходы. Мы построили завод. У нас экологическая обстановка в порядке. Модераторы пытались запутать ребят и усложняли задачу. То в регионе вспыхнет эпидемия, нагрянут федеральные проверки или пройдет чемпионат мира по футболу. Мало построить завод, переработки мусора требуется просчитать расходы и отследить рейтинг здоровья населения. Реакция абсолютно разная. Дети очень живо на самом деле реагируют. Им очень интересно. Потому что они сначала вроде бы так иногда, да, ну игра, игра, но быстро очень вникают, очень быстро начинают какие-то там задумываться, а куда разместить вот эти вот фишки, а как потом их убрать. Руководитель района Виталий Чехов также решал проблему утилизации отходов только теперь всего столичного региона. Мы в таком напряжении, на самом деле даже захватывает. Не ожидали, что такая будет эмоция на этой игре. Мы считаем, что у нас дела обстоят неплохо. И учесть то, что у нас появились сейчас деньги, я считаю, вообще хорошо. За команду, где играл начальник управления образования Владимир Викленко, было больше всего болельщиков. Но это не спасло от экологической катастрофы. В 2025 году в результате действий участники игры замусорили всю область. О стратегии и действия опытного хозяйственника Виталия Чехова вывели команду в лидеры. Ребята на практике, в игре, посмотрели, как можно принимать решения. Когда финансы ограничены, когда сроки ограничены, когда мусора много, и когда соседи не всегда корректно ведут себя по отношению к другому району. Сейчас, вот даже когда мы будем проводить в области реализацию программы территориальной схемы утилизации отходов, я думаю, что вот ребята, которые сейчас в этой игре участвовали, я думаю, они уже будут понимать многие вещи, какие будут происходить вот даже здесь, на территории района Воскресенского. Эко-квест-стратег – нестандартный проект. Школьникам понравилась приближенность к реальности, появилось понимание экологической ответственности. Экологическая проблема важна, особенно в Воскресенском районе. Надеюсь, что администрация решит эту проблему. Вскоре мы будем жить в экологически чистом городе. На этой неделе школьники нашего района продолжат играть в Эко-квест-стратег, а через неделю попробуют себя в роли губернатора региона ребята из других муниципалитетов области. Евгения Светлая, Сергей Емельянов, Воскресенские вести. Продолжение следует...